Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Напомню, это вторая карта финала Best of 3. Финал The Best Cup номер 1. Стражается команда Smoke Inesis и Silver Team. Напомню, первую карту взяла команда Smoke Inesis с разгромным счетом 16-5. Первая карта была D2Scan. На очереди у нас карта Demirage. Мы будем смотреть за развитием событий. Сейчас играется Knife Round за выбор стороны. Кто с какой стороны начнет. Ну что ж, будем за ним смотреть. Вот уже есть первая стычка. Тедди забрал Мела. Видимо, подсадку на ящичек. И триггер, а контроль и подход к нему. Вот, есть, прыгнул с ящика человек. Долг нормально с Ватчаутом разбирается здесь со всеми. Джао также разобрался с медиумом. Ну и Ласт остался стоять КТ на Респе. Его сейчас эти люди заберут. Ну что ж, с конакой стороны начнет команда Silver Team. Да, они все же будут переходить. Ну что ж, команде Silver Team сейчас нужно собраться. Да, им нужно собраться и стараться брать все больше и больше раундов, чтобы победить все же эту карту. Взять ее, выиграть и уже в третьей судьбу этого грандиозного финала разрешить. Но Смок и Нейсис нужно добавить и попытаться закончить все в двух картах. По крайней мере, у них шанс на ошибку есть еще. Террористы победят. Смок и Нейсис. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Напомню, говорит и показывает канал Ероха ТВ, с вами Сергей Ерохин, и мы начинаем, начинаем смотреть вторую карту финала The Best Cup номер один. Ну что ж, к Найф Раунду выиграла команда Сильвер Тим, они выбрали сторону защиты. Ну и смотрим за действием игроков атаки. По-моему, сейчас все стянулись на... нет, 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 два человека есть на Б, ну что ж, отлично здесь проходят игроки уже на мидл. Потихонечку сейчас будет подсадка в люльку. В люльке мы видим никого нет, Тедди уже здесь гуляет, как ему удобно. Остальные игроки также подсаживаются. Вот, есть, заметили все же Тедди. Мел сейчас забирает, выбивает пачку у Тимбервова. Амфетамин пытается его поймать, но нет, здесь... Какие-то адские размены, я не успеваю за ними наблюдать. Еще один размен, господи. 2-2 ситуация, пачка лежит на А, ну куда же Найк бежит? Куда бежит Найк? И где находится Джава? Вообще ничего не понятно. КТ с Джавой разбираются, ну и Медиум разбирается с Найком. Счет 1-0 в пользу команды Smoking Asus. Сейчас есть уже какие-то девайсы, зачем-то я амфетамин купил Галилу. Ну что ж, посмотрим, как сыграет амфетамин с Галилом. Ну что ж, опять это выход в миддл, сейчас уже с люльки будет принимать. Ну, мне кажется, ему там не совсем хорошо придется. Вот че это-то. Ну что ж, пачка гуляет под Зигой. Есть голова-шот от Тедди, но здесь ватчаут разбирается с ним. Ватчаут минус 2 успевает сделать. КТ его практически вовремя остановил. Ну и что, Мел есть голова-шот КТ. Медиум ставит Мелу, отвечает ему, долбит нормально. Остался один амфетамин, подобрал он все же девайс у своих тиммейтов. Ну и Джава блестящий, блестящий хэдшот, дорогие друзья. Да, мне очень понравился этот хэдшот. Отлично. Счет становится 1-1. Дорогие друзья, с пистолетами Экораунд берет команда Сильвер Тим. Выбивает несколько девайсов у команды Смакинесис. Ну что ж, это Маст Б. Маст Б. Один человек только встречает. Это Джава. Сейчас он, по-моему, отхватит. Да, амфетамин его затыкал. Пачка уже ставится. Пока игроки стянутся, она, естественно, успеет поставиться. Есть уже на кухне игроки. Найк отлично ставит голову. Ватчаут также ставит голову. Медиум разменит Найк. Блестящая граната. Мел есть. Головошот. Тедди с амфетамином с ними разобрались. Создался один Долбит. Нормально. На Б. На балкончике. Ну что ж будет с ним? Тедди даже не подозревает, что есть на балконе человек. Нет, он все же... Он все же краем уха слышал. Нюх. Долбит нормально. Амфетамин. Амфетамин. Дает разминировать пачку. Долбит еще и Долбит его и забрал. 2-1. Шикарно сейчас играет капитан команды Сильвер Тим. На самом деле, я не знаю, капитан или нет, но почему-то мне так кажется. Извиняйте мне, игроки команды Сильвер Тим, если я ошибаюсь. Опять, там все пятером выход на центр. Что здесь? Мел, да, принял амфетамином, который пытался пройти Зигу. Т-10 Берву, он отлично разберется с двумя игроками. Ну и что здесь? Будет подсадка в люльку. В люльке вот тут ватчаут. Прожал он медиума и ушел. Правильно, все правильно делает ватчаут. КТ уже пробежал по Зиге. Уже можно выходить под Б, но пачка-пачка-то у кого? Пачка у КТ. Можно было ставить, но здесь нет. Здесь все стянулись на Б. Как мы видим, никого вообще, никого не осталось на. Только джава вот здесь будет принимать люльки. Ну что, что тут? На, вот так тебе тебе рвов по голове. Ну что, здесь Тедди вовремя прибежал. Вот, можно ставить уже на спота. Скорей, скорее, скорее. Ватчаут, да, заметил все же спины игроков. Вот так, флешки уже полетели. Но слишком долго ватчаут уже тебя спалили. Господи, КТ забрал ватчаут. Вот и остался один Найк. Ну что, посмотрим. Посмотрим, как сейчас играет Найк. Надеюсь, он понимает. Все. Все, ответственность есть. Головашот отличный КТ. Но и остался один Тедди. Ну, нужно с ним разбираться. Нет, Тедди не дает этого сделать. Сейчас становится 2-2. Снова равный счет. Снова Сильвер Тим берет 2 раунда и начинает терять их. В последующие, точнее, раунды. Ну что ж. Смогут ли Сильвер Тим выйти вперед? Сейчас им нужно делать все возможное, чтобы пытаться взять эту карту. Ну что ж, это маст. Ковры А. Еще один игрок будет выходить из ямы. Нормально, отлично. За Аркадийл забрал одного. Джава также пронес яму. Ну, остались трое игроков в коврах. Получили они гранатами. Еще сейчас прострелом получат. Показывается, МКТ ответить. Флешки пошли. Сейчас, возможно, будут их зажимать с двух сторон. Домбит нормально здесь нашил. Хорошо. Ой, отлично прострел сейчас был. Да, но здесь медиум решил выйти и поставить. Точку. Ну что, здесь мел поражал медиума. Ну что, Найк, как же... Найк, да, все же убил он Тибирвова. Отлично, КТ спрятался в планту. Но он даже не понимает, откуда. Откуда идет стрельба. Сейчас вообще слепой он, по-моему, стоит. И мел его забирают. Три-два. В пользу команды Сильвертим. Практически в сухую сейчас сыграли эти команды. Точнее, там, команды. Вон, Сильвертим. Три-два. Вышли они вперед. С минимальным преимуществом. Ну и давайте посмотрим за расстановкой игроков атаки. Они, как мы видим... Пошли все же на спот. А, здесь Джава аркадит. Кстати, сейчас он получит. Нет, Джава зажимает. Отлично делает минус один. Хотя бы одного забрал. Амфетамин разменял. Ну и здесь нужно выходить уже яму. Все, четвером пошли яму. Яму никто не держит. У нас спота они уже вышли. И вот, вот, пошла стяжка. Долбит нормально успел прожать еще Тибер Вова. Посмотрим на действие амфетамина. И что-то ему нужно решать. Да, он все же ставит пачку. КТ делает еще минус Мелу. Здесь забрали долбит нормально. Тут он в героическом прыжке пытался как-то что-то сделать. Найк здесь получил от КТ. Но и остался один одинешенник ватчаут. Посмотрим на него. Делали он минус три. Разминирует. Всякое может быть. Но не в этот раз, дорогой ватчаут. Три-три. Смокинессис снова сравнивает. Сравнивает счет. Давай понять мне и вам, дорогие друзья, что просто так они не хотят отдавать вторую карту. Не хотят они играть третью. Хотят решить все двумя картами. Ну что ж. Три игрока мы видим вместе с пачкой идут на Б. Два игрока решатся пойти миддл. Чекают зигу. Все хорошо. Дали понять, что можно заходить. Б держит здесь ватчаут на белом. На Б стейт. Найк также стягивается. Вот он один у ФК стоит, кстати. У команды. Сильвер Тим. И сейчас будет сложно. Тедди есть первый минус. Первый минус был где? На зиге. Либо он забрал... А, не видел я на самом деле. Амфетамин есть. Найк отлично делает минус 2. 1 хп у Найка остается. Два игрока против, ну, получается, потенциального двух игроков. Медиум, да, есть минус 2. Ставит медиум пачку. Ну, а Джава продолжает стоять АФК. Непонятно. Ну, говорят, что АФК, естественно, этому верить нельзя. У нас такой, так скажем, менталитет у русских, у украинских... Ну, как, у государств Старого Союза... Бывшего, точнее, Союза, господи. Бывшего СССР. Вот. Что нельзя верить противнику. Да, Джава остался также стоять АФК. Никто его не решил забирать. Сейчас Несс 4-3. Смокинессис выходит вперед. Такие качели мы наблюдаем также сразу с первых раундов. Напомню, первый раунд сделала Сильвер Тим. Потом Смокинессис сравняли. Вышли вперед. Сильвер Тим сравняла. Смокинессис снова, по-моему, вышли вперед. Сильвер Тим опять сравняла. И опять Смокинессис выходит вперед. Но сейчас посмотрим. Надеюсь, Сильвер Тим они должны по стандарту сравнивать. Ну что ж, атака. Атака идет уже 3-б. Зашли. Нужно ставить ватчат. Есть первый минус. Пролагала у нас ХЛТВшка. Тимбер Вов. Тимбер Вов делает минус 2. Остается стоять Джава АФК. Ну и ватчаут. Не ватчаут. Его убили. Добит нормально. Нет, нарвается на ТД. И опять стоит Джава АФК. Естественно, игроки Смокинессис. А вот он ожил. Ожил и побежал не туда. Вот так вот и верь, да, соперник? Как говорят, АФК нет. У меня АФК. Ну ладно. 5-3. Смокинессис. Выходит вперед уже на 2 раунда. Дорогие друзья, ну что ж, первая половина... Первая половина игры сыграно. Сыграно, точнее, 8 раундов. Можно посмотреть статистику. Тут Тедди 12,5. Медиум 8,5. Амфетамин 8,6. КТ 6,5. Тиберлок 3,7. Добит нормально. 10,6. Мел 6,7. Как и ватчаут. 5 к 7 у Найка. И 4 к 4 у Джавы. Добит нормально. Джава делает первые минусы. Джава накопил на АВП, пока стояла ФК. Вот так вот, дорогие друзья. Медиум, медиум. Делает минус ватчауту. КТ. Размен сглубит нормально. Тиберлок медиум разбирается с остальными. Мел в спину. Да, прожал он медиума. Но и здесь Тиберлок с Мелом разобрался. Вот так вот, да, дорогие друзья. Один за одним гибли игроки. В итоге... И в итоге Смокинессис берет очередной раунд. 6-3. И вот уже набирает преимущество команда Смокинессис. Дорогие друзья. Ну что ж, посмотрим. Атака. Атака идет... Идет вот так вот. 3-2. Есть уже первые два минуса. В трое мы остались. Игроки Дефенса. КТ забирает еще и Мела. Ну и совсем худой сейчас будет Найку. Найк, сиди. Сиди, не пались. Ну, забирай пачку. Ну, что ж такое, Найк. Да, забрал он все же КТ. Ну и амфитамин с медиумом. Здесь, собственно, разобрались. 7-3. Дорогие друзья. Попахивает именалом. Который повторяется. Снова после первой карты. Ну что ж, как расположится здесь игроки атаки. Мы видим 3 человека уходят на спот А. 2 через ковры. А здесь Мел, Мел, Мел. Получил от Эдди, который тут по крыше гулял. Ну что здесь? Долбит нормально. Разменивает медиумы. Забирает. Забрал его на центре. Пачка, напомню. Находится в коврах на А. Амфитамин отличный голова-шот. Отличный голова-шот. Он ставит, долбит нормально. А что здесь? Тедди сейчас будет пытаться выходить. Выходить. Мидл Джава прожимает амфитамин. Пачка уже установлена на А. Остались втроем игроки Дефенса. 3 в 3. В принципе, это реально. Ну что, Ватчаут? Ну почему? Что за действия такие непонятные? Почему он сразу не начал стрелять? Ну да ладно. Тиберов отжигает Джава. Подрывает его. Ну что ж. Ватчаут есть минус. Да. Тиберов разменивает. Ну и Найк остался с тремя хп в углу. Инфа по нему есть. Еще и Тедди. Забрал уходящего Найка, который пытался спастись. 8-3, дорогие друзья. 5 раундов преимущества у команды Смокинесис. И совсем худо-бедно команде Сильвер Тим. Да, будет очень тяжело сейчас. Ну конечно, если они отыграются во второй половине, если они сейчас еще и концовку всю возьмут, первой половине, если они возьмут вообще эту карту после такого отрыва, я конечно скажу, да. Эти игроки достойны, достойны финала, достойны первого места. Ну здесь отлично. Мы видим раскидку. Совсем слепой стоял Джава. Тедди его забрал. Пачка уже установлена. Да, недоволен Джава. В грубой форме высказывает, но это нормально. Тибервов забирает долбит. Ватча прожмет он здесь кого-нибудь? Нет, не прожимает. Тедди его успел подорвать. Ну амфетамин подорвал Тедди, почему и нет. Мол, что ты, что ты забираешь-то моих, мои фраги забираешь, дорогой друг. Но Найк здесь будет стоять, делает минус КТ и теряет девайс. Да. 9-3. 9-3, дорогие друзья. 6, 6 раундов отрыва. Да. Давайте посмотрим за расстановкой игроков. Дефенса. Два игрока мы видим, уже поднялись в ковры. Долбит нормально здесь пытается. Что происходит? Вот чё вот застрелил в мело, возможно он был АФК. Три игрока уже вышли на мидл, мы видим. Вот, отлично, уже можно с перемычки поджимать. Не увидел, что ли, здесь уберу. Даже я увидел здесь, ватчаута, ну да ладно. Опять у нас лагает хлтвшка, медиум делает минус 2, джава остался один. И его медиум забрал. Да, вот. Умеет хлтвшка лагать. Сложно найти на самом деле хлтв запись без таких вот пролагиваний. Мелт стоит АФК, да, приходится его забирать. Ну а смысл? Не знаю, два раунда нам осталось посмотреть. В первой половине уже два игрока находятся в перемычке, медиум. Забирает джаву, Найк разменивает. Отлично, вот приём, отлично. Ну что, три в два остались с Тэдди Савиком. Отлично играет на перемычке. Амфетамин также убивает Найка. Не поймёт откуда. А вот ватчаут его откуда забрал. Амфетамин-то без пачки. Пачка у нас... Находится непонятно где. Ну что сможет ватчаут сделать вещи. 32 против 13 хп. Просто попасть. Да, чеси 4. 10-4, отлично. Ну что, надо брать последний раунд. И может быть за атаку попрёт, попрёт. Может быть и Сильвер Тим. Да. Давайте посмотрим последнюю. Что произошло? Мел сейчас забрал ватчаут. Зачем? Непонятно мне. Ну да ладно. Атака уже вышла на спот А. Медиум первый размен с Найком. Нормально разменяется Тедди. Тедди ещё забирает Найка. Остался один мел. Который находится на споте Б. Тянется он через кухню. Шифтит. Ну в принципе против троих. Они по-моему без девайса. Не знаю, мне по крайней мере девайса не показывают. У другого дробовик. У другого Юсп. Да, за всем упали духом игроки команды Дефенс. А КТ забирают последнего. 11-4. Так заканчивается первая половина второй карты. Дорогие друзья, первая половина второй карты грандиозного финала. Турнира ДБСК номер один. Команда Смокинесис совсем не хочет отдавать вторую карту команде Сильвер Тим. Ну вот такие они жадные. Первая карта, напомню, 16-5 закончилась. В пользу команды Смокинесис. Сейчас первая половина закончится 11-4. Давайте посмотрим за расстановкой игроков Дефенса. 2-1-2. Стандарт. И вот здесь идёт атака. Мы видим на мидл. Также с подсадкой. В люльку. Или нет? Нет, медиум уже здесь принимает Сьюфсовом перемычку. Отлично. КТ делает ещё один минус. Джава с ватчаутом также ещё ватчаут делает минус. 3-2 ситуация. Можно ставить пачку. Здесь, да, Тедди всё же затыкал Найка вместе с Тимберволом. 2-2. Пачка что не установлена? Вот только сейчас установлена, да. Джава отлично играет. Тимберволом разменивает ватчаут. Ну что ж, они стреляются. Ну что, ну убейте уже друг друга. 14-17 хп. Да, Джава всё же разбирается. 11-5. Берут они первую пистолетку. Как и на первой карте. Точно так же. Ну что ж. Девайсы есть. Смокинессис вынуждена играть ещё один экораунд. Ещё одну пистолетку. Посмотрим. Атака идёт на миддл. И на Зигу на Б. Отлично. Б принимает? Нет, никто на Б даже не смотрит. Все в пятеро находятся на споте А. Не угадали, они с Рашем пытались вот так вот, а не Раш, остановить. Ничего не вышло у этих товарищей. Дубик нормально забирает первого, забирает второго. Ну что, третьего тоже надо забрать бы. Забирает он третьего. Амфетамин всё же. Всё же натыкал себе девайс в люльке. Слышит он тупо. Пора сматываться, но здесь Джава. Джава подогрел снайком. 11-6. Ну вот, а падали духом-то. Да, команда Silver Team. Там мел загонял, мол, хватит. Мол, там пишите ГГБ, уже всё понятно. Здесь мы сливаемся. Такие говорят, что дурак что ли? Кэмбэк, не знаешь такого слова камбэк что ли? Ну, пожалуйста. Пытаются отыгрываться игроки. Команда Silver Team. Есть уже первый минус от ватчаута. Также второй минус от Долбит. Нормально вовремя он подоспел на помощь своему напарнику. Джава делает ещё минус. Также Долбит нормально делает ещё один. КТ там нашил Джаву. Но здесь ватчаут. 11-7, пожалуйста. Вот всего лишь 4. 4 раунда уже отставания. Уже не так уж и плохо. Сколько? Опять 3 раунда они к ряду берут. В первой половине... Во второй, точнее, извиняюсь, в половине второй карты. Как и было во второй половине первой карты. Они взяли 3 раунда подряд. Но Смокинесис их остановила и закончила дело до конца. Но здесь как-то порезвесили. Ильвертин смотрится, нежели чем на тускании. Пачка проходит Б. Но Б смотрят. КТ... Ой, как пролагал-то у нас ХЛТВ. Да шо ж такое-то. Один остался Джава с авиком и с пачкой. На Б. Вот мы видим, он стянулся. Стоит на зиге. Чекает, а все уже знают, что он там. Поджидали его. Тимбер Вов заканчивает. Заканчивает этот раунд. Снова после трех взятых раундов Сильвер Тимпс отдают четвертый раунд во второй половине. И счет становится 12-7. 12-7 счет становится 12-12. Дорогие друзья. Посмотрим за расстановкой игроков. Защиты. Да, они также берут из троицы 2-1-2. Атака идет в спот А. Есть уже первый минус. Есть уже инфа по первым игрокам. Отлично, добит нормально. Делает минус 2 с Найком вместе на пару. Остается один КТ, которого надо убивать. Да, Вача вот это понимает. 12-8. Вот так вот. Вот такие вот уже качели пошли. У нас непонятные. Три раунда взяла команда Сильвер Тимпс. Смокинесис пытались отыграться, но снова Сильвер Тим взяла раунд. Сейчас непонятно, что творится у игроков. Смокинесис с экономикой. Вот мы видим ФАМОС, 2 М-ки, АВП и Эхвераунд у Тиберула. КТ отлично играет с АВП. Он принимает. Он из люльки игроков на центре. Да, здесь Вача вот нашли его все же. Медиум разбирается там. С перемычки вышел он. Мел делает минус на балконе Б. Можно уже ставить на Б. Но пачка бежит вместе с Найком на Б. Понимают игроки дефенса. Тедди делает минус Мелу. Но и остается один Найк, который уже спустился. Между прочим и ставит. Тедди прекрасно это слышит. Нужно не дать поставить. Но в принципе и не дал того сделать. 13-8. 13-8, дорогие друзья. Остается взять сегодня 4 раунда. И финал уже в кармане. У нас тоже в кармане. У команды Смокинесис. Как-то что-то с командой Сильвертим происходит. Неладно. Я думал, игра-то будет куда поинтереснее. Но мы видим, как бы... Первую половину просто напрочь проигрывают. Во второй... Это отличное начало. Ну и потом как-то вот такой сбой. Пошли качели. Мелу, между прочим, делает минус 2. Минус 3 делает мелу. КТ его восстанавливает. Джава разминивает. Остается один Тибер Вов с флешкой в зубах и Фамасом в руках. Он понимает, что ему сейчас будет... Ой, как сложно. Ну и нужно выходить. Естественно. Есть голова-шот Джаве. Еще прожал он латчаут. А вот позабирал... Позабирало несколько игроков атаки. И получил голову от Найка. 13-9. Еще одни качели. Ну если так будет продолжаться, то конечно Смокин Асис ближе к цифре 16. Нежели серверки. Посмотрим. Посмотрим, чем закончится этот грандиозный финал. Напоминаю, это... Финал турнира The Best Cup номер 1. Мы смотрим Best of 3, а именно вторую карту. Первую карту взял Смокин Асис 16.5. Сейчас они выигрывают 13-9. Середина второй половины. Джава сейчас подогрел КТ. Лубит нормально уже стоит в верхней перемычке. Есть. Есть минус. В голову он забирает медиума. Ну что здесь было? Много никто не смотрит. Да, Тибервув. Падает на Б на балконе. Тедди также успевает сделать еще минус. Найк мстит сейчас. Забирает Тедди в голову. Но остался один игрокамфетамин, который прыгает там на колесики на Азиге. Шансов его ой как мало. Он решается уйти засейвить. Нет, эти команды не знают, что такое сейв. Играют по хардкору, играют... До последнего пытаются забрать. Все больше. А вот уже он слышит, что игроки за ним побежали. Нет, он решил, что ничего он не сможет сделать. Да, прожал он все же в отчаута. Счет становится у нас 13-10. Вот уже минус 3 у команды Сильвер Тим. Нужно, нужно еще чуть-чуть дожать. Они понимают, что нужно, нужно, нужно стараться. Давайте посмотрим с атакой их. Расположение игроков. Атаки. Один ковры. Два ковры, точнее. Мел с пачкой в яму. И два игрока через мидл стягиваются. Стыкиваются они в перемычку и на спот. А, медиум делает уже первый минус. Джава забирает КТ. Тибервов забирает Джава. Ну что ж. Джава снова не верит, что так и может быть. Ну как же тут Найк не увидел-то. Да, это раунд возьмет... Вот сейчас, не знаю, только что хотел сказать, возьмет команда Смокинессис. Да, так на самом деле и есть. Но здесь в отчаут смог все же подпортить немножечко малины игрокам. Дефенса. 14-10. Два раунда осталось взять Смокинессис. И Сильвер Тим нужно взять как минимум 5. Ну если, конечно, будет безумный, не знаю, коллапс произойдет в защите Смокинессис. И они пропустят целых 6 раундов. Это будет, конечно, нонсенс. Конечно, что-то нечто нереальное, неземное. Ну да, здесь увидел. Игрок Джава сдулбит нормально, отлично. Вышли сейчас сход А. Ну, игроки стянулись на Б уже, да. Пачка-то на Б находится. Тедди прожал, долбит нормально с Б. Они что-то подушли. Вот на кухне здесь Тимбервов принимает. На, вот так тебе Мел запрыгает в окошко, ставит голову. Ставит пачку. Watch Out. Джава принял КТ. Остался один игрок Тедди на Респе. Вот здесь Джава еще со спины подошел. 14-11, дорогие друзья. Не хотят команд друг другу уступать. Тем более Silver Team. Они очень хотят победы. Им нужна сейчас победа на этой карте. В том числе, как у Смокина, естественно, есть право на ошибку. То есть, ну, проигрывают они одну карту, еще одна есть запаси у них. Ну, а если Silver Team сольют и эту карту, пиши пропало ГКГБ. Да, как принято говорить на языке игроков КС-1.6. Ну, где же будет первый минус? Первый минус был от Тимбервова на перемычке. Ну, Долбит разменял. Что тут? Watch Out прожал амфетамина. Мел прожал Тедди. Долбит нормально прожал КТ. Ну, и остался один медиум. Сьюспорт, да. Здесь Watch Out и с ним разбирается. 14-12. 14-12, дорогие друзья. Неужели Silver Team возьмут? Да нет, я... На самом деле, дорогие друзья, мне в это будет сложно поверить, но это будет что-то. Это будет камбэчаще великое. Просто величайшее. Хоть и у нас сейчас такой уровень больше любительский. Ну, ладно, давайте потом об этом. Джава делает уже два минуса с авиком на зиге. Отлично он. Ну, здесь промазал. Ой, жалко, было бы минус 3. Было бы вообще замечательно. КТ с амфетамином делает минусы. Чемберов отлично с фармаса прожимает балкон. И остался один мел, который сейчас через кишку вернулся на мидл. Под люлькой он сидит. Мы видим, чекает все три стороны, пытается все четыре. Даже чекает, прыгает. Понимает, что здесь его уже окружили. Амфетамин. Ну, как он не заметил его, боже мой. Ладно. Мел. Мел заходит. Заходит. В люльку заходит. Есть минус амфетамину. Инфу амфетамин, наверное, дать успел. Ну, и будет заходить, естественно. На кухню. Видел он там под белым игрока. Точнее, уже на белом. Тимбер Вов отлично играет. Тимбер Вов делает минус 3. 15-12. Ну и ласт остался. У команды Смокинесис. Сейчас у Сильвер Тим не самая лучшая ситуация с девайсами. Мы видим, но они мне не показывают, только один лача отыграется с автоматом. Это Раш Б через Зигу. В люльке находится человек. Это КТ. Нет, ему здесь не уйти от Джавы. Ну что, в медиум прожал Найка все же. Достал его. Тедди также. Отлично. Смелым разобрался. Долбит нормально. У нас Джавы разбирается с игроками. Ну 2-2 счет. Ну 2-2 ситуация. Пачка уходит в Б. Но Долбит нормально. Всеми возможными способами пытался сказать Джаве. Стой, друг. Развернись. Надо найти. Нас там ждут. Но тот его не послушал. Да, и сейчас мы видим, он смеется. Ему смешно. А Долбит нормально. Остался один. Никто, естественно, не торопится выходить. Да, возможно, остановилась ЛТВшка. Но раз она остановилась, мы, дорогие друзья, прекрасно знаем, что в этой ситуации делать. 16-12 счет. Поздравляю команду Smokey Nessis с первым местом. Также поздравляю команду Silver Team со вторым. Второе место тоже призовое. Не важно, что в борьбе вы в финале проиграли. Не столь важно. Второе место тоже отличный результат. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели эту игру. Спасибо игрокам за прекрасную игру. Пусть будет автология. Хорошо. Всем спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо моим подписчикам. Спасибо моим заказчикам, кто заказывает стримы. Продолжайте, пожалуйста, это делать. Мне нужна работа. Мне нужен опыт. Всем спасибо большое, дорогие друзья. Это был канал Eroha TV. Меня зовут Сергей Ерохин. До свидания, дорогие друзья. Счастливо. Берегите себя.